Водопроводная вода И большая лейка Кладем лейку в кувшин И первым делом отрезаем небольшой кусочек марли Это для того, чтобы частицы нашего фильтра не попали в воду Теперь второй слой, это вата Укладываем ее небольшим слоем Еще один слой марли А теперь самая главная фильтрующая часть Это активированный уголь Одна такая упаковка будет стоить около 3 гривен Для нашего фильтра понадобится приблизительно 5 штук Этого достаточно Распаковываем таблетки И равномерно распределяем их по всей плоскости фильтра Вот самое интересное Не верьте тем специалистам, которые говорят, что вместо активированного угля Можно использовать обыкновенный вот такой древесный уголь Ради эксперимента я вам покажу, что из этого получится Кладем лейку в кувшин Сделаем все то же самое Но вместо активированного угля положим древесный уголь На ваших глазах абсолютно чистое Видите, прозрачная вода превратится в рыжую жидкость Смотрите Поэтому ни в коем случае не используйте обыкновенный уголь Только активированный Кропотливая, конечно, процедура, но ничего страшного Все 5 упаковок укладываем Поверх активированного угля кладем еще 2 слоя марли А теперь еще один важный ингредиент Это речной песок Его мы предварительно промыли и хорошенько прожарили на сковороде Высыпаем Песок нужно распределить по всей поверхности И хорошенько утрамбовать Последний штрих и будем тестировать Накрываем песок марлей Сколько слоев будет у вас Это все зависит, конечно, от размера воронки Но самое главное Необходимо оставить пространство, которое мы заполним грязной водой Марлю фиксируем резинками Для того, чтобы провести испытание Я намеренно загрязнил кувшин воды Сейчас мы проверим, насколько эффективен тот фильтр Который я только что сделал Заливаем воду Как вы видите, заливается мутная, грязная вода Слоев много, поэтому придется немного подождать И сравнить, что было и что получилось Вот какая вода была мутная А вот какая получилась прозрачная Можно смело пить С добрым утром Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова